Программа выходит при поддержке администрации Псковской области. Надюша, золото моя самоварная. Ты даёшь себе отчёт? Что же это за мечты в твоём возрасте? Ты раскинь мозгами-то. Но я Светлана Михайловна. Думала, что вы что. Я дура, Светлана Михайловна. Какая же я дура. Что нужно ребёнку? Ответ на этот вопрос должен дать сам ребёнок. Мнение компетентных взрослых. И точка зрения детей. В программе «Недетский вопрос». Всем добрый вечер. В студии Дина Добрешута. Хочу начать наш эфир просто с небольшого крика души. Мать двоих детей. Сижу на работе. Дети сидят дома на каникулах. Я думаю, что мою душевную боль разделяют все наши псковичи. И, собственно, понимают, что впереди ещё одна неделя сидения дома, занимания детей какими-то делами. Надо как-то и про учебный процесс тоже не забывать. Но, в общем, каждый решает эти вопросы самостоятельно. Ну а для того, чтобы помочь друг другу, нужно всё-таки пригласить экспертов и обсудить, как же нам безопасно, с пользой провести эти осенние каникулы, в том числе и их незапланированную часть. И к нам сегодня в студию пришла уполномоченная по правам ребёнка о Псковской области Наталья Викторовна Соколова. Добрый вечер. Добрый вечер, Тина. Удивительно слышать, до каких времён-то мы дошли, что мы сидим дома на каникулах. Раньше это звучало приблизительно так. Ура! Наконец-то. И многие родители говорят о том, что им нечем занять детей. Мы понимаем, это касается сейчас города Пскова, потому что в Пскове досрочные у нас каникулы объявлены. Но, в принципе, я очень рада, что уже на этой неделе, вот вчера, начали работать детские лагеря пришкольные, и они пользуются спросом. И вообще по области у нас со следующей недели подключится работа школьных лагерей. Их будет порядка в 85 школах, и более 2,5 тысяч детей будут затронуты организованным отдыхом в период осенних каникул. Это очень важно. Замечательно, что мы об этой информации напоминаем. Потому что, конечно, когда всё вдруг закрывается, и вновь закрываются кружки, как-то вот неспокойно на душе становятся. Вот родители к вам с неспокойными душами обращаются? Ну, официально нет. А, что называется, в неформальной обстановке, вот так, как мы с вами сейчас, да, конечно, высказывают своё недовольство тем, что обычно в период каникул это возможность для более глубокого занятия дополнительным образованием. Наконец-то время есть. Да, и, к сожалению, вот сейчас псковские дети оказались без такой возможности. Но, в принципе, ведь мы понимаем, что для творческого человека период некой такой самоизоляции, плохое слово сейчас уже, в период каникул, да, оно, наверное, тоже даёт возможности и для саморазвития, и для творчества. И у родителей, опять повторюсь, мы уже об этом говорили весной здесь, в этой студии, есть возможность чуть больше времени посвятить детям и, может быть, даже научить их чему-то тому, что умели родители, будучи детьми в детстве, и выжигать, выпиливать лобзиком, лепить пельмени, рисовать, взять собачий вальс на пианино, или к чему-то ещё более интересному привлечь, что я сейчас не назвала. Обычно у нас в программе всегда участвуют наши самые главные эксперты, это дети, но так как они абсолютно внезапно ушли на каникулы, им, в общем, детей не нашли, мы обратились к взрослым, которые, вот как никто, озадачены вопросом детского досуга и спросили, чем же эти самые взрослые, жители города Пскова, будут занимать своих детей и занимают их на каникулах. Ни с чем. Так как, получается, всё закрыто, что теперь проезд в автобусе детям не разрешён, получается, приходится сидеть дома, и не знаю, что кто-то играет в игры, кто-то смотрит мультики или фильмы какие-то, но в большинстве случаев ничем. Мы в 11 классе, поэтому у нас досуг очень простой, подготовка к ЕГЭ, так что нет проблем, дома сидит, занимается сама, ну и онлайн там тоже у неё занятия. Ну, проводят, сидят дома сейчас, что ещё делать? По компьютеру там что-то, ну, конечно, не у меня, это у дочки, у меня компьютера нет, а у дочки они там сидят, работают. Дома сидят, дома сидят, никуда не ходим. Что дома делают? Ну, читают, в библиотеке были, набрали книг, что ещё? Изучают, мультики смотрят. Дома сидят, никуда не ходят, один, он уже взрослый, 18 лет будет, последний год учится в школе. И чем занимается? В компьютере сидит, читает что-то, всё. На улице редко бывает. Мы ходим в спортшколу, она не закрыта, ну, а так готовимся к ЕГЭ, 11 класс, дома, без маски на улицу не выходим, и в сопровождении родителей. Видимо, плохая погода как-то очень расстроила наших и взрослых, и детей, что вот они уже взяли и сели дома, сами. Ну, конечно, очень грустно слышать ответ взрослых ничем, или чем-то там сидит в компьютере, занимается. И я хочу нашим радиослушателям напомнить, что нельзя бесконтрольно оставлять детей в социальной сети, в сети интернет, потому что мы уже тоже неоднократно об этом говорили, что если ребёнок ничем не занят и не находит понимания и возможности быть услышанным родителями, он всегда найдёт свою аудиторию в социальных сетях, где его примут таким, какой он есть, где его научат, и зачастую совершенно не тому, чему надо. И, к сожалению, всё больше и больше деструктивных групп, групп, которые подталкивают детей на какие-то не очень хорошие поступки, появляются в социальных сетях, которые несут в себе угрожающую информацию, нехорошую информацию для неподготовленного разума ребёнка. Эта информация может иметь очень серьёзные критические последствия. Наталья Викторовна, мы с вами так вот плавно вышли на тему детской безопасности вообще. Это тема самая важная, актуальная и всегда вечная. Как будто бы, если ребёнок сидит дома и что-то там себе делает, родители могут расслабиться и не думать, что с ним что-то произойдёт, если мы не берём в расчёт компьютер. А вот на самом-то деле, чем родители должны быть сейчас озадачены в первую очередь? Вопрос о детской безопасности. Ну, говоря о детской безопасности, мы, взрослые, особенно родители, понимаем, что с момента первого крика ребёнка мы не можем расслабляться и всегда должны держать руку на пульсе. И риски и угрозы, они, к сожалению, поджидают ребёнка практически на каждом углу. И когда мы думаем, что закрыли дверь, запустив ребёнка в комнату, и вот он обезопасен, это не так. Я уже сказала про угрозу, которая идёт с той стороны экрана. Это, конечно же, необходимость объяснять ребёнку правила поведения нахождения дома одного, не открывать дверь посторонним людям, про езду в лифте, про прохождение в подъезде и так далее. Естественно, на улице угроза дорожно-транспортного происшествия. И, к сожалению, вернусь к дому, это и ожоги, это и падение с высоты. У нас только за летний период семеро детей выпали из окон и пострадали. Слава Богу, что все остались живы, но пострадали в результате халатности родителей, невнимательности либо самонадеянности родителей. Кроме этого, дома дети всегда маленькие, могут найти и лекарства, которые лежат без присмотра, и химические средства, которыми мама моет полы, и делает уборку, и также их употребить, и в случае отравления, и ожогов химическими средствами тоже, к сожалению, имеются. И нахождение на детской площадке, как выясняется, может быть небезопасным, и мы в рамках акции «Безопасность детства» провели мониторинг наших детских площадок, спортивных площадок, и там тоже были выявлены ряд нарушений, но это не говорит о том, что нужно сесть, укрыться одеялом, никуда не выходить. Просто нужно быть внимательным, нужно говорить об этом с детьми, про близость водоемов, про их опасность, а вода манит детей, мы это знаем, про огонь и его опасность. Нам с детства говорили спички детям не игрушка. И так далее. Ещё раз повторюсь, сейчас, особенно в такое тёмное время суток, рано темнеет, освещение у нас странное какое-то, освещает только столб, на котором находится фонарь, и плохо видно. Люди любят носить тёмную одежду, плюс наушники, плюс капюшоны, и водителям некомфортно, они не видят пешеходов. Нельзя об этом забывать, и, конечно, нужно обязательно проговаривать детям правила поведения на дороге, дома, на улице, в лесу, на даче и так далее. То есть, мы не должны на плечи педагогов, которые сейчас тоже заняты своими делами, перекладывать вот этот момент, и, в общем, мы не должны сидеть и ждать, что кто-то придёт и сделает фактически работу родителей за них. Учителя выполняют свою работу, когда дети находятся в школе. Это задача образовательного учреждения, безопасность на первом месте и получение знаний. Ну, тут нельзя ранжировать, что первое, что второе, но в любом случае обеспечение безопасности и знаниями детей. Но основная ответственность ложится всегда на плечи родителей. Это наш выбор, это наш шаг рождения ребёнка, и мы должны понимать, что до возраста 18 лет и наступления совершеннолетия ребёнок, его здоровье, безопасность, его жизнь зависят от родителей, от наших поступков. Вы упомянули об акции «Безопасность детства». Она сейчас уже завершена или она будет продолжаться? У нас акция проходит уже три года, она проходит в летний и в зимний период. Летний период мы вчера, позавчера, на этой неделе вспоминаю, подвели итоги всероссийской акции вместе с уполномоченным при президенте по правам ребёнка, где до нас были донесены цифры, и цифры, к сожалению, в динамике слишком для нас негативные, для страны 885 детей погибло у нас в результате неорганизованного отдыха, более 11 тысяч детей пострадали, потому что не были обеспечены контролем, вниманием, заботой со стороны взрослых людей, и во многом, конечно, в этом есть доля вины и нашего нежданного товарища коронавируса, я так скажу, потому что лагеря работали в ограниченном режиме. К сожалению, цифры заставляют нас ещё больше быть более бдительными и держать руку на пульсе. В зимний период мы также совместно с МВД, с МЧС, с Советом Отцов, с образованием, соцзащитой проводим свой спектр проверочных мероприятий, это проверка жилых деревянных домов, где проживают семьи с детьми, это безопасность дорожного движения и так далее. То есть мы стараемся летом и зимой два раза в год вот такие акции проводить. Летом в этой акции был особый акцент по поводу безопасности заброшенных строений и безопасности пути у ребёнка, как он идёт. В частности, проблема люков была вот оста. Да, я вам даже скажу, у нас было проверено вообще по региону всеми субъектами, которые участвовали, более трёх с половиной тысяч объектов за три месяца. И отмечу, что именно в июне, в первый месяц проверки 11 открытых канализационных люков об этом количестве поступили обращения со стороны граждан. Отмечу, что в августе только один люк и в принципе динамика у нас закрылась июнем. Очень быстро подключились главы муниципальных образований и в принципе граждане нам стали сигнализировать и звонили и писали через социальные сети совет отцов и мне. Тема да, серьёзная, особенно опять же в тёмное время. И также были проверены конечно же и иные объекты, заброшенные объекты, которые могут нести в себе угрозу жизни. Мы обращались к собственникам, находили их, заколачивали окна, дабы предотвратить доступ туда детей или подвалы и так далее. Ну то есть это наша задача и мы её постарались выполнить. Наталья Викторовна, давайте нашим радиослушателям напомним, если вот вдруг им попадается на глаза что-то потенциально опасное для жизни как ребёнка, так и взрослого, каков алгоритм действий, как обратиться и к кому обратиться? Ну, сразу же нужно обращаться по телефону какой-либо дежурной диспетчерской службы своего муниципалитета. В каждом районе она есть, город Псков, Великий Лук, Бижанница и так далее. мы уполномоченный совет отцов, молодёжка, он и те, кто инициирует акцию безопасность детства, мы лишь пытаемся привлечь к этому внимание и иногда своими силами предотвратить и исправить, да, ситуацию, предотвратить несчастный случай и исправить её. Но на самом деле основная ответственность за безопасность территории, безопасность нахождения людей на территориях, она, конечно же, ложится на плечи органов местного самоуправления. Поэтому администрации мы направляем им письма о том, что у нас такая акция проходит, просим использовать местные СМИ для того, чтобы информировать граждан. Если уважаемые наши радиослушатели знают о таких объектах, нужно обращаться в администрацию и если нет никакой реакции, то можно писать нам, либо сразу обращаться в прокуратуру. Прокуратура очень действенна и очень быстро, оперативно реагирует на такие обращения. Ещё к слову о разных мерах, мерах уже вновь актуальных. У нас снова запрещено посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых. И вот вопрос такой, контролируется ли это сейчас, как контролировалось весной, и опять же, куда обращаться, неравнодушным псковичам. Он буквально вчера я общалась с одним неравнодушным псковичом очень долго, который мне рассказывал о том, что дети, взрослые дети, отовсюду выгнаны, но им куда-то хочется, и вот стоят они себе где-то кучкой во дворе, и как-то ведут себя, может быть, даже небезопасно для окружающих. Вот как эту проблему разрешить? Ну, если говорить про торговые центры, нужно отметить, что сами собственники торговых центров уже пошли вперед по сравнению с весной. Если мы совместно с инспекторами ПДН объезжали эти объекты и просили разместить информационные листовки, то вот я вчера проехала по нашим торговым центрам, везде идет звук, в котором апокалиптическим голосом диктор говорит, потому, что детям запрещено находиться на территории торгового центра и то, что нужно надевать маски и так далее. Ну, то есть идет предупреждение и оно регулярно чередующееся. Я поговорила с охранниками в торговых центрах, они отметили сложность того процесса выгонки детей из торговых центров. Как убедить выйти. Да, да, Потому что, говорит, мы их из одной двери предупреждаем, просим выйти, они через другую заходят. При этом они это делают, видно, принципиально, просто потому, что нужно вот так сделать. Ну, если есть такие запретительные меры на сегодняшний мир, запрещающие нахождение, значит, нужно к этому все-таки прислушаться. Конечно, я посмотрела в Инстаграме обращение девушки, которая проживает с бабушкой, здесь бабушка больна, и девушка 16 плюс лет, она студентка колледжа и отправилась в магазин для того, чтобы приобрести необходимые товары, и ей было сделано замечание, ее выпроводили. Вот, конечно, мы понимаем, что всякие ситуации могут быть, и оба родителя, взрослых лица могут оказаться больными, могут оказаться в командировке, и, конечно, надо все-таки входить в положение, и, может быть, конечно, и несовершеннолетним не выбирать большой торговый центр, а, что называется, семейный магазин, который возле дома находится, то есть искать какие-то пути. Мы все люди, мы все понимаем, что могут сложиться самые разные обстоятельства, и не перегибать, конечно, палку. Про занятия, ну, это же не только сейчас, у нас всегда подростки собираются кучками, они... Но все-таки сейчас-то им даже в тепле постоять негде, вот они стоят где-нибудь во дворе на детской площадке вечером. Но торговый центр, опять же, это тоже не место для тусовки. Безусловно. И находятся... Вчера у меня под окнами где-то без 15-11 толпа подростков громко кричали песни, танцевали, шутили. Но, по идее, они уже не должны быть на улице. Вот я и хотела сказать, что для того, чтобы не создать проблемы себе, окружающим, и своему... своей репутации, родители должны говорить детям о том, что в 22 часа ребенок, напомню, до 18 лет у нас еще дети, должен находиться либо со своими законными представителями, либо дома, если со законными представителями на улице. И отмечу, что в весенний период карантинный количество составленных административных протоколов в отношении родителей о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, связанных с посещением торговых центров, нахождением на улице и так далее, увеличилось. Поэтому не надо портить ни себе репутацию, ни детям будущее. Говорите с ними, объясняйте и напоминайте, что ограничительные меры это не для того, чтобы свободу ограничить, а чтобы защитить. Потому что мы с вами понимаем, что львиная доля преступлений происходит в темное время суток и как раз в период где-то после 23 часов, когда ребенок может оказаться на улице беспомощным, и тем более без контроля со стороны родителей может пострадать. В оставшиеся до завершения нашего эфира минуты не могу не поговорить, опережая время, на одной из тех же больных тем, сейчас активно ходят слухи о дистанционном обучении, о его возврате, так или иначе. Вот мы даже в группе... У Сотского песни есть хорошие про слухи. Да, но тем не менее, мы же должны знать, что думает по этому поводу народ и наши слушатели. И, в общем, мы в группе «Радио Маяк Псков» спросили, готовы ли наши дети и взрослые к дистанционному обучению этой осенью. И я вам хочу сказать, что почти 66% ждут с нетерпением. Совершенно к этому не готовы и считают это ужасным, ужасным опытом. А на втором месте ответ, почти 16%, что в наше время нужно быть готовым ко всему. И только 11% не видят ничего плохого в дистанционке. Вот, Наталья Викторовна... Я тоже ответила, нужно быть готовым ко всему. Вот, почему вы так ответили? Ну, к сожалению, это не от нас зависящие обстоятельства, и мы тут ничего не можем поделать. Но я прекрасно понимаю и разделяю мнение тех, кто более 60% ответил, потому что это было по-новому, это было пугающе, неожиданно. Мы столкнулись с реальным вызовом. А как это? Когда дети и родители каждый день видят друг друга, а тут еще нужно... 24 на 7, да. Да, нужно еще и уроки учить, и нужно вспомнить свой школьный курс, и нужно и воспитанием заниматься, и готовить, и так далее, и так далее. Конечно, не хочется, чтобы это повторилось, и слова министра образования о том, что не рассматривается сейчас вопрос дистанционного обучения, только лишь как элемент образования. Хочется надеяться, что так оно и будет. И каникулы, которые вот с понедельника начнутся практически во всех школах Псковского области, я надеюсь, что закончится в срок, и дети вернутся к учителям. Тем радостнее будет встреча и ожидания. Да, тем более мы с таким нетерпением ждали начала ущебного года, чтобы наконец-то прийти и вот лицом к лицу пообщаться. Но вот про фразу «нужно быть готовым ко всему» нужно понимать, что если ситуация будет усугубляться, если мы не будем или будем продолжать не соблюдать меры, которые необходимо сегодня предпринимать для того, чтобы обезопасить себя, своих родных, близких, ну и посторонних, соответственно, людей. И если ситуация будет меняться в худшую сторону, нужно быть готовым к тому, что нам, возможно, придется также каким-то образом ограничить свою возможность посещения образовательных учреждений. Поэтому давайте соблюдать санитарные нормы, меры, надевать маски в общественном транспорте и чаще гулять и дышать свежим воздухом. И детям предлагать именно такой вид развлечения светлое время суток, насыщать их жизнь, возможности прогуляться, подышать воздухом и погулять по прекрасному городу Пскову. Ведь многие дети даже в центр иногда не выезжают с окраин, только там по магазинам. Потому что некогда. В принципе, сейчас будет хорошая возможность, надо ей воспользоваться. По набережной ходить, воздухом дышать. Да, и, конечно, помнить о личной ответственности. Чем лучше мы об этой ответственности задумываемся, чем больше мы мер соблюдаем, тем быстрее мы будем жить, как раньше, и даже еще лучше, как говорится. Обязательно. А самое главное, берегите себя, берегите своих детей, будьте счастливы и обязательно здоровы. Наталья Викторовна, большое спасибо за разговор. Спасибо вам. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталья Викторовна Соколова. Ну, а я, Дина Добрешута, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Продолжение следует...